Привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале, посвященном Канаде. Друзья мои, дорогие подписчики, и еще те, кто еще не подписчики, но скоро сейчас нажмут кнопочку и станут тоже дорогими подписчиками. Сегодня мы с вами поговорим про... не то, что поговорим, даже проговорим информацию, которая есть в свободных источниках, как и любая другая информация, которой я с вами делюсь. Всю эту информацию — это просто вот факты из интернета. Факты из интернета, посвященные Канаде. Дорогие друзья, я хотел проанализировать, как относятся обычные канадцы к иммигрантам. Я взял статистику опросов с 2020 года по статистику запросов до 2024 года и посмотрел, как меняется мнение канадцев к новым иммигрантам. Зачем это делается? Это делается исключительно из одного моментика. Что бы там власть ни говорила, но если канадцы начинают говорить о том, что им что-то не устраивает, в итоге правительство Канады что-то переделывает в каких-то вопросах, которые не устраивают канадцев. Как вы прекрасно понимаете, на сегодняшний момент, исходя из последних новостей, сейчас существуют проблемы с студентами. Начали закручивать гайки студентам. Возможно, будут закручивать гайки и тем, кто приехал по рабочим визам просто на территорию Канады. И говорят о том, что будут вставлять в планы миграции в Канаду, будут вставлять еще именно план на количество временных работников иностранных, студентов, ну то есть всех временных жителей Канады. Как это будет выглядеть, еще непонятно. Но я должен был проанализировать, по крайней мере для себя, откуда растут все эти закручивания гаек. И я проанализировал опросы с 2020 года канадцев. Банально обычных канадцев, просто на улице встречали канадцев, задавали им конкретный вопрос, что они думают по поводу иммиграции, иммиграционных программ и переезда в Канаду других людей. Вообще, что они думают по поводу иммигрантов. Так вот, начнем мы с вами сегодня с 2020 года и закончим в 2024 году. Кроме того, я еще добавлю очень интересную статистику именно из этих опросов, потому что молодые канадцы и взрослые канадцы совершенно по-разному отвечают на все эти вопросы. Я нашел еще и статистику, связанную с тем, как отвечает канадец, исходя из его возраста, что он думает по поводу переезда в Канаду и иммиграции. То есть нужно ли открывать ворота и пускать иммигрантов, либо лучше все закрывать, закрывать и еще раз закрывать. Исходя из названия ролика, вы уже поняли, что к 2024 году мы скатились к тому, что канадцы, ну, сказать так, не очень яро приветствуют большое количество новых иммигрантов, как они считают. Мы начинаем, поехали. Так, дорогие друзья, к сожалению, здесь объем текста большой, здесь циферки, поэтому мне придется зачитывать какую-то информацию и комментировать все, что я думаю по этому поводу. Так вот, начнем с 2022 года. Как его можно, ой, с 2020 года. Как его можно заменовать? Его можно назвать «умеренная поддержка на фоне пандемии». Смотрите, во время пандемии COVID-19 поддержка иммиграции оставалась относительно стабильной. По данным экзитполов, за 2020 год 60% канадцев по-прежнему поддерживают иммиграцию как способ содействия экономическому восстановлению. Многие связывают приток иммигрантов с необходимостью заполнения рабочих мест в здравоохранении и других критически важных секторах. Только в то время, только около 25% канадцев считали, что уровень иммиграции слишком высок. То есть, на фоне пандемии всемирной, вот этого всего безумия, которое было, 60% канадцев понимали, что нужно ввозить больше людей в Канаду, потому что, ну, как бы здравоохранения, с точки зрения даже банально нету врачей, которые могут спасать всех канадцев от ковида. Кроме того, извините, пожалуйста, некоторые работы подразумевают то, что ни один канадец на них не пойдет. Поэтому они говорят, что да, мы хотим, 60% канадцев заявляло о том, что они хотят видеть больше и больше иммигрантов, потому что иммигранты нужны для экономического оздоровления страны. То есть, во время ковида экономика страны пошла, знаете куда, правильно, в попу. А если ты взрослый человек, то в жопу. Так вот, и экономика поднимается, когда приезжают новые силы рабочие. То есть, люди, которые готовы работать, работать, еще раз работать. Make Canada great again, как говорили тогда. Так вот, 2020 год, умеренная поддержка на фоне пандемии. Опять же, поддержка иммиграции исключительно канадцами. Из-за того, что была пандемия, Канада находилась в экономическом упадке, нужны иммигранты, чтобы они приехали. Едем дальше. Следующий, 2021 год. Смотрите, его можно ознаменовать как рост поддержки в контексте экономического восстановления. К 2021 году поддержка иммиграции оставалась сильной. При этом, 65% канадцов считали иммиграцию важной для восстановления экономики после пандемии. Опросы показали, что более половины населения положительно оценивают вклад иммигрантов в экономику, особенно в секторах, где наблюдается нехватка рабочих кадров. 2021 год. Пандемия вроде закончилась, или уже заканчивается, я уже не помню, когда этот дурдом закончился. Пандемия заканчивается, и экономика еще в упадке. Канадцам тяжело, канадцы не могут идти на работы, которые могут идти иммигранты. Извините, пожалуйста, я не знаю ни одного канадца, который работает официально на стройке. Или трак-драйвером и тому подобное. И канадцы понимают, что экономика, так сказать, в одном месте, и нужно привозить больше и больше иммигрантов, которые будут, так сказать, поднимать целину канады. 2020-2021 год. Хорошая поддержка иммигрантов. Потому что нужны люди. Едем дальше. 2022 год. Назовем его появлением первых признаков беспокойности. В 2022 году начали появляться первые признаки напряженности по поводу иммиграции, вызванные ростом цен на жилье и давлением на социальные услуги. Согласно исследованиям, за 2022 год около 40% канадцев заявили, что страна принимает слишком много иммигрантов. Что на 15% больше, чем в предыдущие годы. Это стало первым показателем значительного увеличения обеспокойности по сравнению с предыдущими годами. 2022 год. 2021. Эмигранты идите к нам. Больше и больше иммигрантов. 2020 год. Эмигранты идите к нам. Больше и больше и больше иммигрантов. 2022 год. Ребят, что-то, короче, не то происходит. Как-то нам что-то не устраивает. Нам что-то не нравится. Что им не нравится? И мне нравится то, что повысилась цена на недвижимость. Но давайте объективно говоря, если мы реально с вами мыслящие люди, мы поймем, что не в иммигрантах дело о стоимости жизни в Канаде увеличения. Нет, совершенно не в этом. Потому что после ковидное время, ну, наверное, я, можете со мной не согласиться, но я считаю, что во всем мире сейчас все подорожало. Не важно где, будь ты Канада, США, СНГ страны, Грузии, Австралии, Великобритании, везде подорожало. Почему подорожало? Потому что во время ковида власти имущие раздавали вертолетные деньги. Вертолетные деньги, что это такое? Это деньги, которые раздавали правительством, гражданам страны, не обеспеченные совершенно ничем. То есть, что США, что Канада, они раздавали мани. Мани, которые просто были напечатаны, и просто за эти деньги как бы никто не работал. Это просто деньги были распечатаны и разданы людям, которые живут в этой стране. Да, понятно, поддержать их все хорошо, все правильно, но деньги ничем не обеспечены были. Отсюда, из-за того, что у людей появилось больше денег, которых фактически не должно было появиться, подорожание всему и всем. Поэтому и сфера аренды недвижимости, сфера продажи недвижимости, сфера аренды машин, продажи машин и тому подобное, сфера банального продукта, все подорожало, потому что появилось больше денег на руках у людей. И нахрена, допустим, мне, как, допустим, хозяину квартиры, сдавать квартиру за 3 рубля, если я знаю, что у всех сейчас есть минимум 5 рублей. Поэтому все повышают цены, и, следовательно, растет аренда недвижимости по всей Канаде, по США, везде. Но канадцы в большинстве своем, они связали это совершенно не с этим, они связали это с иммиграцией. Да, иммигранты приезжали, приезжали и будут приезжать, но они такие, типа, уже в 2020 году такие, под вопросиками. Может быть, как-то надо уменьшить иммигрантов. Возможно, если мы сейчас уменьшим количество новых иммигрантов, недвижимость выровнится. Никогда иммигранты не отвечали за недвижимость. Те иммигранты, которые к вам едут в Канаду, дорогие мои канадцы, они как раз и строят эти квартиры, в которых вы потом будете жить. Повторюсь, где эти чудесные канадцы, которые работают на стройках? Их нет. Работают на стройках иммигранты, которые только приехали. Те, которые сейчас, допустим, на временном статусе по рабочей визе, те, кто пиар получили, но сейчас вот только вот приехали в страну, и там первая работа, там понятно, что это может быть что-то такое тяжелое, типа стройки и тому подобное. Но почему-то в 2022 году канадцы уже задумываются о том, что надо уменьшать иммиграцию, что-то нам с недвижимостью не нравится. И вообще у нас как бы с здравоохранением какая-то херня. То есть типа многие, большие очереди по здравоохранению, туда и т.п. И все это, конечно, виноваты иммигранты. Опять же, здравоохранение будет ухудшаться, если не будет притока новых врачей и иммигрантов. Ну как бы это глупо не звучало. Они говорят, нет, давайте мы обрубим иммиграцию, потому что мы считаем, что у нас здравоохранение станет лучше и дешевле станут квартиры, потому что не будут ехать иммигранты. Если не будут ехать иммигранты, квартиры будут не строиться. То есть, врачи, иммигранты тоже не будут ехать, потому что вы не хотите, чтобы они ехали. Следовательно, что получается? Сфера здравоохранения пойдет дальше в жопу. Но мы продолжаем. Едем дальше. 2023 год. 2023 год это можно назвать как существенное изменение восприятия канадцев. К 2023 году обеспокоенность по поводу иммиграции значительно возросла. Опросы 2023 года показали, что 44% канадцев считают, что иммиграция оказывает негативное влияние на страну, что на 6% больше по сравнению с 2022 годом. Еще 46% респондентов поддержали сокращение иммиграции, что также представляет собой значительный рост по сравнению с предыдущими годами. 2023 год. Иммигранты все едут и едут. Недвижимость все растет и растет. Здравоохранение все ухудшается и ухудшается. Ну и, конечно, какая-то часть канадцев начала задумываться о том, что, ну, блин, реально, это же полная жопа. Ну, мы сейчас... У нас страна утрирована была там 10 лет, 15 назад, сколько там, 30 миллионов человек. Сейчас в районе 40 миллионов человек на всю страну. Напоминаю, что Канада вторая по площади страна в мире. Вторая по площади страна в мире. Население этой страны по площади в районе 40 миллионов человек. Также интересная статистика. В штате Калифорния, в одном штате, в Соединенных Штатах Америки, живут больше людей, чем живет на всей территории Канады. Это, по-моему, я где-то гуглил. Можете перепроверить. Так вот, канадцы, вот эти 40 миллионов человек, из которых 90% это бывшие иммигранты, либо иммигранты в третьем, во втором поколении, начали говорить о том, что вы тут это, ну, тут какая-то фигню делаете. Нет, надо уменьшать иммиграцию. Правительство Канады, как адекватные люди, они понимают, что уменьшать иммиграцию не получится, будет только хуже. Но надо что-то делать, показывать населению, населению, что вы что-то делаете. Ну, как обычно работают власть имущие. Они делают вид, что они что-то делают. В хорошем ключе, в плохом ключе, неважно, но они делают вид. Вот, допустим, если большое количество канадцев начнет говорить, что надо делать что-то с иммиграцией, то правительство Канады будет, типа, делать вид, что они делают что-то с иммиграцией. Давайте так, все эти изменения, которые произошли в последнее время, они не сильно наносят ущерб будущим иммигрантам. Студенты – это отдельная история. Спасибо большое студентам, которые приехали в Канаду и абьюзили канадскую систему в хвост и в гриву. То есть они использовали студенческие визы как бэкдор в Канаду. То есть они фактически ехали совершенно не учиться, не получать образование. Они ехали получить канадский опыт работы год, потому что во время ковида и в пусковидное время можно было работать фулл-тайм студентам. Они работали год, получали канадский опыт работы и потом прыгали на Canadian Experience Class программу либо на какую-нибудь провинциальную программу на иммиграцию. Получали пиар и забывали вообще про это обучение. То есть фактически они ехали не с целью обучения и дальнейшей иммиграции. Они ехали с целью обучения типа, а по факту они ехали и работали фулл-тайм. Поплатились. Ну, это уже чисто абьюз системы и за это будут платиться не только... Платиться, можно так сказать. За это будут страдать не только те, кто так делал, но будут страдать даже те, кто собирался просто приехать. Ну, к сожалению, нельзя определить, ты там хороший человек и ты приехал действительно учиться, а ты плохой человек, решил обмануть систему. Ну, поэтому все страдают. Вот. И идем дальше. И 2024 год. Как можно назвать его? Его можно назвать максимальный уровень обеспокоенности. Смотрите, в 2024 году обеспокоенность по поводу иммиграции достигла новых высот. Согласно данным, в июне 2024 года 46% канадцев считают, что страна принимает слишком много иммигрантов, что на 7% больше по сравнению с 2027 года. То есть на 7% выросло количество людей, которые недовольны тем, что происходит в сфере иммиграции в Канаду. В то же время 60% респондентов заявили, что численность иммигрантов в их сообществах изменилась и увеличилась в разы, что вызывает опасения по поводу доступности жилья и перегруженности системы здравоохранения. Короче, 2024 год. Можно назвать, как название моего канала. Понаехали. Понаехали в Канаду. И что делает власть имущий? Повторюсь, они делают по большей части вид, что они что-то меняют. Мы посмотрим, что сейчас будет с планом иммиграции на 2025-2028 год. В него сейчас будут вставлять еще количество квот на временных жителей, таких как рабочие визы, студенческие визы и тому подобное. Посмотрим, что с этим будет. Но давайте так, положа руку на сердце. Я вот сейчас, наверное... Возможно, я буду неправ. Потом вы этим кусочком ролика можете мне тыкать где-нибудь в комментариях и говорить, Ваня, а ты херню сказала. Мы поняли, что это не так, мы проверили все по-другому. Короче, вангую. Количество именно квот на иммиграцию не будет уменьшаться. Вот мы возьмем иммиграционный план, когда его вывесят на следующие года. Не будет увеличиваться, не уменьшаться иммиграция. Я скажу больше, она будет в какой-то степени даже увеличиваться. Возможно, возможно, будут сокращать именно временных жителей Канады. Но временных жителей Канады будут сокращать за счет перевода их с временных жителей в постоянных жителей. То есть разные программы. Мы сейчас уже видели, что уже начинают всякие там программки новые делать для временных жителей и тому подобное. Там недавно сказали, что чуть ли не эти сиделки, которые приезжают в Канаду в рамках программы для сиделок, они уже чуть ли не в аэропорту сразу могут пиар получать. То есть им даже не надо работать по факту. Они прошли перепад по программе и потом сразу прилетели в Канаду, можно на пиар сразу подаваться. То есть будут переводить временных жителей в статус постоянных. Если ты, конечно, тупой, кривой и необразованный, и ты ничего из себя не представляешь, даже если ты попал в Канаду как временный житель, конечно, никто тебя в статус... Просто так тебе не даст пиар. Тебе надо подтянуть язык, получить образование, наработать опыт работы канадский и там, еще и тому подобное, и пятое-десятое. Но в большинстве своем, те, кто, как бы, если у них есть голова на плечах, то в целом, как бы, проблем с перевода себя с временного вида нажительства на постоянное место нажительства не должно быть у вас. Вот. Так вот, теперь небольшие приколы по поводу возраста. Смотрите. Возрастные различия. Молодые канадцы в возрасте от 18 до 34 лет чаще поддерживают эмиграцию. Больше 55% проголосовало из молодых, что они хотят, чтобы были больше эмигрантов. В то время, как среди людей старше 50 лет поддержка снижается до 37%. То есть, когда ты молодой, перспективный ТДТП, ты такой, ну да, нам нужны эмигранты, ТДТП. А вот люди, которые 55 лет и старше, они, конечно, уже, знаете, у нас трава зеленее в наше время была, и посмотрите, понаехала вот в наше время, тому подобное. Такие люди, как бы, чем старше становятся, они все-таки уже по-другому мыслят по поводу эмиграции. Они считают, что вообще, ну то есть 30, сколько я сказал, еще, чтобы не наврать, 37% корреспондентов поддерживают эмиграцию. То есть, в большинстве своем, если это взрослый человек от 55 лет и старше, он не поддерживает переезд людей, эмиграцию. А молодые ребята с 18 до 35 лет, по большей части, они поддерживают эмиграционную программу, поддерживают переезд новых эмигрантов, молодой крови и тому подобное. Так. Кроме того, есть небольшие региональные различия. В Антарию и Атлантической части Канады больше 50% респондентов поддерживают сокращение эмиграции. Тогда как в Вебеке, например, показатель ниже, 34%. То есть, в Антарию и в Атлантической части Канады больше людей считают, что эмигранты понаехали, надо делать их поменьше. А вот Кьювек, например, говорит, что нет, нам побольше бы эмигрантов. То есть, все зависит, видите, от, по факту, от даже не только возраста человека, не только канадец он или не канадец. Зависит тут больше от факторов, какой у него возраст, где он живет, в какой провинции. И уже оттуда вытекает вот вопрос, любит ли он эмигрантов, хочет ли он, чтобы люди приезжали в Канаду или нет. Так, и заключение. С 2020 по 2024 год общественное мнение канадцев относительно эмиграции претерпело значительные изменения. От высокой поддержки в начале пандемии, когда эмиграция воспринималась как важный элемент экономического восстановления, до резкого роста беспокойности в 2023-2024 годах, вызванного кризисом на рынке жилья и давлением на социальные услуги. По поводу кризиса жилья. Я повторюсь еще раз. Не в эмигрантах дело, а дело в вот этих вертолетных деньгах, которые раздавалось правительством Канады и правительством Соединенных Штатов, правительством вообще любой адекватной страны. Просто людям, которым деньги не обеспечены ничем совершенно, никому вообще никак. Они просто распечатаны деньги. Вот. Соответственно, у людей появилось больше налички на руках, денег на руках, которые они не заработали, они не получали их работа часы, они их получали просто так. Отсюда и рост всего. Короче, ты сейчас скажешь, что что-то, Вань, ты какую-то херню нам рассказываешь, вообще не понимаем, что за бред, и пошел ты нахрен. Возможно так, возможно я пошел нахрен, но зайди в комментарии под роликом, я ссылки оставил на все соцопросы, на которые я сегодня ссылаюсь по годам. Можете зайти самостоятельно, посмотреть и посчитать, херню ли я несу, или я что-то делаю, говорю, где-то заговариваю сегодня, что-то как-то. Этот человек проходил курсы ораторского искусства, вы понимаете, я три слова связать не могу, понимаете. До чего я дошел. Кстати, это уже, ладно, хрен с ним, не кролику, дело, просто вопрос. Прикол такой, я не знаю, как вы, если вы живете уже в англоязычной стране, вы приехали из своей страны, живете в англоязычной стране, у вас такая же фигня, вы, короче, типа, допустим, на вашем родном языке слово забыли, а на английском вы еще его не знаете. То есть, фактически, я теперь тупой на двух языках. Раньше я нихера не понимал на английском языке, но мог разговаривать сносно на своем родном, а теперь я нихрена не могу нормально разговаривать не по-английски, и у меня бред несу иногда, забывая слова, на своем родном языке. То есть, вот эта вот ситуация, когда мозг просто не понимает, в какой ситуации ему как разговаривать на родном языке, либо на английском, либо еще на каком-то, там, на китайском и тому подобное, вот мозг ломается, и я сам ломаюсь. То есть иногда мне кажется, что я просто, фактически я просто забываю два языка. Один язык я до конца еще не выучил, потому что, извините меня, когда ты учишь английский язык, ты его учишь пожизненно. Не бывает такой вот точки, когда ты такой, да, я выучил язык. Нет, ты его учишь всегда. То есть он с тобой всегда, ты вот с ним общаешься, по нему общаешься, разговариваешь, все хорошо, но ты его постоянно учишь. Родной язык, понятно, ты его поучил, да, вот это, сидел в пеленках, тебе мама три раза в слово сказал, ты запомнил. В возрастном возрасте, к сожалению, так уже не делается. Так вот, у меня мозг ломается, и как бы я общался с преподавателями английского языка, с носителями, которые местные. Они мне говорят, слушай, ты поменьше на своем родном разговаривай, побольше на английском, тогда будет проще тебе с английским. Но у меня другая ситуация, я когда дома, иногда, ну, у меня проблема со словом чеснок. Я не знаю, как это объяснить, но я забываю слово чеснок. То есть я помню гарлик на английском, а на русском слово чеснок я забыл. Многие думают, что я выеживаюсь, просто я вставляю английские слова, потому что, типа, я такой крутой и тому подобное. Нет, я английский, как и вы, ребят, плохо знаю, все его плохо знают. Любого эмигранта пни, он в большинстве с вами английский плохо знает. Я просто забываю на своем родном языке слова, поэтому я его заменяю английским словом. Не из-за того, что я, типа, понтуюсь. Нет, я просто забываю. Вот помните, я еще был мемайсик, там женщина стояла, типа, смотри, какой фабрик, какой дитейлс, вот эта вся фигня. Все мы на ней ржали. В детстве такой старый-старый мем. Напишите в комментариях, если помните. Короче, я эту тетку понимаю. Она просто забыла слова на русском языке. Она не выеживается. Она просто забыла на родном языке, как будет какое-то слово. На сегодня все, дорогие друзья. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всего хорошего или плохого решать вам. Пока.